Добрый вечер! Сегодня как раз ночь на Страстную Пятницу. И вы помните, была тайная вечеря, где Иисус сказал, один из вас предаст. Я хочу посмотреть, он знал, кто предаст, или всё-таки не знал, кто конкретно. И на некро посмотрим, что выпало. Но он знал, что он умрёт, это точно. Он сто процентов знал, что он умрёт, и по приговору правосудия. И что знал, что у него есть выбор, и что у него будет возможность от этого избавиться. И этот выбор ему предложат дважды. Предложат Сила. Мы знаем, к нему являлись. И тут карта Силы есть, одиннадцатый Аркан. И правосудие. Когда ему тоже предложили. Ему дважды предложат, он это предвидел. Вот это он точно знал. И что он решил выбрать самый тяжёлый путь, очень плохую дорогу на этом перекрёстке. У него есть перекрёсток между жизнью и между смертью. И очень плохой смертью. Это аналог, знаете, смерти от рака. И, между прочим, то, что его убили люди и казнили, это и, получается, спровоцировало такую вспышку рака. И рак был известен и средние века, и всё. И вот рак, и такого как, и что он усиливается, это последствия тех времён. Это вот аналог казни такой, от свет вспыхнул. Потому что тут карта лежит смерти от рака. Но так как мы знаем, какой он умер, это не рак. В современности это вот заменяется раком, такая как казнь. И это последствия вот вспышки той, что люди его убили. Но он знал, что ему предложат. Нет, он не знал, кто конкретно. Он подозревал, но не был уверен совершенно. И я могу сказать, что обращалась к нему, и он, да, сказал, что он не знал конкретно, кто. Он не был уверен. Подозревал. Подозревал. И правильно подозревал, но уверенность у него стопроцентной не было. Ну, что это ни его мать, ни Мария Магдалина, он был уверен. Тут нет женщины, и он это подтвердил. У него был выбор очень такой интересный. Посмотрите, и в одну сторону идёт дорога ключи. Десятка пентаклей к очень долгой жизни. Нет, и он очень много бы установил своих законов, и очень много принёс бы нам всем хорошего. И мир был бы богаче. В мир пришло бы десятка пентаклей. То есть все эти длинные истории голода, войн, наверное, не было бы. Он мог уйти в свой дом, вернуться. И прожить ещё минимум два десятилетия. Или уйти вот в эту, в левую сторону, в смерть. Очень интересно, что для мужчины правая сторона счастливее, а для женщины левая. Так как он мужчина, у него левая несчастливая. И он так тут даже очень чётко уходит по этой дорожке под ножи. Не под ключи жизни, а под ножи. И тут туз. Он мог вернуться домой. А тут кубки. И кубки, пятёрка кубков перевёрнутые. Он свою жизнь переворачивает. Это его чистый выбор был. И самый тяжёлый, сложный, в общем-то, тут как это было. Богатство, благополучие, счастливая жизнь. Или такая тяжёлая смерть, обрезанная ему. И он самое интересное, он выбрал даже это. Не могу сказать, что он осознанно выбирал. У него это, как всегда, вот в таком импульсе. Так как он бог вод, он не козерог, он рыба рождённая. Это по интуиции у него было, вот по этой силе прямой. Причём по этой силе совершенно на середине стоит не указано, что он выберет. И его отговаривал. Тут у него пятнадцатый аркан выпал. Он действительно к нему являлся. Это правда. Он являлся и уговаривал его оставить двойку кубков. Он являлся с предложениями жизни. Ну и как это богатство и благ всяческих. Он ему реально предлагал. И он ему, он не хотел этой смерти совершенно. Он выбирает рыцарь мечей. Да, он знал о предателе. Он чётко знал. И знал, что этот предатель оборвёт ему жизнь. Что есть рыцарь мечей. И он его подставит под эту казнь, под этот суд. Всё он знал. Действительно. Как это, когда он входил и говорил. И самое интересное, там такой был момент у Булгакова очень хорошо. Это описано, что он говорил при зажжённых факелах. Если бы они сказали в темноте это, это не считалось бы свидетельством. А Иуда зажигает факелы. И когда факелы зажгли, это уже было полноценное свидетельство. Иисус мог промолчать при факелах. Но он выбирает. Таким образом проверяет, кто его предаст. Но ничего не делает. Ну и это такой даже тут нету пятёрки, пентакли. Это не выбор разума. Это вот его выбор интуиции. Такой решил принять. Вот именно крест тут. Крест как оборвать. Но это вызвало вовсе, что он взял грехи на себя. Всех не так и... Лучше бы он остался жить. И нам пришло бы очень много хорошего. Что люди оборвали его жизнь. Они вызвали вот и вспышку рака, и войны. И очень много мора, голода и нищеты. Потому что тут два направления. Вместе с ним Бог определяет направление земли, приход. Либо благоденствие, либо разруха и нищета. Но тем не менее он это выбрал. Вот такой странный, интересный расклад получился. И на этом я закрою. Можно много ещё об этом говорить. Но как-нибудь в другой раз я делала расклад, о чём он думал, входя в Иерусалим. А тут, чего он думал на тайные вечери. И он решался. Выбрал он по наитию, в общем-то. Хотел посмотреть лица людей, в общем-то, и своих учеников. Можно сказать, вот так выбрал он. Поэтому хотел увидеть их лица. Никогда он в своём величии вовсе признает. И вот мне двенадцатый аркан, жертва. Почему я говорю, что повешенность самая страшная. И вот на эту казнь и выпал он повешенный с двадцатым арканом. Эту зону с жезлом на некра. Поэтому повешенный в магических раскладах – это самое страшное. В общем-то, тут повешенный. Он принёс действительно себя в жертву. И это вызвало очень много и негатива в мире. И получили болезни, воины. Если бы он жил, мир бы был более благополучен. И он посмотрел. Потому что взять грехи и отпустить всем он мог, и как Бог. Хотел увидеть лица своих близких, своих учеников. Разве мы и не хотим. Только не у всех хватает смелости далеко увидеть, посмотреть правде в глаза. Он хотел увидеть правду. А ещё очень интересное дополнение. Смотрите, император стоит прямо вот над картой смерти. Он перевёрнутый. Он умер из-за императора. Из-за его слов об императоре. И довольно это чётко карты отобразили. И он это знал и намеренно говорил. Вот такое интересное маленькое дополнение. И на этом я попрощаюсь. Продолжение следует...